В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Трижды за два дня жилой дом на Сахарова не прекращает лжеминировать. В четверг в полицию снова поступило сообщение о том, что в здании находится взрывчатка. Правоохранители эвакуировали более ста человек, обследовали дом и прилегающую территорию. Но угрозу безопасности людей снова не обнаружили. Напомним, что в среду дом на Сахарова лжеминировали дважды. Первое сообщение в полицию поступило днем, следующее после 11 часов вечера. Уже открыто производство по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Неизвестного шутника ищет полиция, ему грозит до шести лет лишения свободы. Невыносимый запах, тараканы, горы мусора и полная антисанитария. Одесситка устроила из своей квартиры настоящую помойку. Вонь распространилась на весь подъезд. Сама хозяйка в дом никого не пускает, лишь по ночам выходит за очередной порцией мусора. Нарина Щеглова расскажет больше. Соседи устали воевать с хозяйкой одной из квартир на улице педагогической. На всю парадную от ее жилища исходит зловещий запах мусора и вонь от животных. Кошек держат, котяты таких держат, куда они ходят. Они там же и серут из изображения, там же испражняются, воничь и стоит невыносимая. Мы из-за того, что здесь хоть не задохнуться, там дверь открыта, все полностью, стекол нету. И там стекол нету, понимаете? Для того, что хоть как-то, как-то выветривался вот эта вонь. На протяжении десяти лет хозяйка квартиры мучает своих соседей. Одни перестали надеяться на чудо и переехали. Другие изо дня в день обращаются в различные инстанции. Мы говорим ЖЭКе. Вот в ЖЭКе у нас было пять человек, пошли мы, написали заявление и все. Вот уже не раз писалось заявление. А ЖЭК говорит, а что мы можем сделать? Разводят руки. Участкова вызывали сюда, что мы можем сделать? К хозяйке не раз приходили специалисты. Но пускать она их отказывалась. Говорит, открывать дверь не будет. Боится, что ее уничтожат. Соседи опасаются инфекции и заболеваний. Кроме того, к ним перекочевали тараканы и блохи. В коридоре стоит ужасная вонь, а из-под дверей выползают тараканы. Сама хозяйка дверь нам не открывает. Даже коллективные жалобы не помогают устранить проблему. В ЖЭКе только разводят руками. С нашей стороны сделали то, что мы должны сделать. Написали предписание, чтобы она убрала у себя в квартире. Это ее частная собственность. Она должна у себя в квартире убирать, не создавать какие-то неудобства жильцам, соседям. Поэтому все, что от нас требовалось, мы сделали. Зайти мы туда, это же частная собственность. У женщины нет ни света, ни газа, ни воды. Все отключили за неуплату. Из квартиры выходит только по ночам. А возвращается часто не одна, а со своими друзьями, которые, как и она, собирают на помойке мусор. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Смертельными ударами кочергой по голове закончилось совместное распитие водки в одном из сел Березовского района. Твои мужчин поссорились в ходе совместного застолья, один из которых, пытаясь доказать свою правоту, потянулся за кочергой. Удары инструментом пришлись в голову потерпевшего, от которых он скончался. Было распечатано криминальное проведение. Передбачено частиною 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины умысленное убийство. В теперешний час человека затримано. Следствием вживаются заходы по установлению всех обстоятельств. Цієї події досудовое расследование тревает. Очередной новострой на территории прибрежной зоны. Прямо на склоне 12-й станции Большого фонтана сов вчерашнего утра начались строительные работы пятиэтажного отеля. Раньше на этом месте находилось кафе возле самого моря. Любопытно, что строители оградили куда больше кусок, чем тот, который раньше занимало заведение. В частности, они спустились на 20 метров ниже по склону. Согласно информационной табличке, здесь проводятся строительные работы. Разрешение выдал Департамент муниципальной безопасности еще 6 ноября. В инспекции архитектурно-строительного контроля уверяют, что строительство законное. В 8-м месяце или в 9-м управлением архитектуры были выданы условия и ограничения на строительство отеля. У юридического лица заказчики есть земля, аренда земли. Там, получается, состоит из двух участков. На один у них аренда, а на второй у них госсад. Ими был разработан проект. Данный проект прошел экспертизу. И в сентябре или в октябре этого года ими получено разрешение у нас на строительство отеля. Отмечу, что рабочие на объекте, как только увидели съемочную группу репортера, сразу же скрылись. Охрана же попыталась прогнать журналистов, сказав, что это частная территория и съемка здесь запрещена. Бесконечная долговая яма Одесса Облэнерго снова грозит обесточить дом на Успенской 4. Об этом сообщили переселенцы с Донбасса, которые проживают в здании на протяжении последних лет. Проблемы с РЭС начались еще два года назад, после того, как в помещении восстановили электроснабжение. Договор с Одесса Облэнерго переселенцы заключить не могут из-за бюрократии. Не получается платить и предприятию, которое арендует здание у облсовета. Долги за свет уже превышают 200 тысяч гривен. Однако переселенцы убеждают, необходимая сумма давно собрана, проблема в юридических нюансах. С мая месяца 2017 года мы периодически перечисляем деньги на счет Облэнерго за потребленную нами электроэнергию. У нас в каждой квартире установлены приборы учета, по которым мы снимаем показания, с каждой семьи собираем деньги и перечисляем данные деньги на счет Облэнерго. После того, как мы перечисляем деньги, деньги нам в течение какого-то времени возвращают обратно на карту. Законность нахождения в здании подтверждают справками временно перемещенных лиц, в которых указано фактическое место жительства по этому адресу. За годы, проведенные в Одессе, своими силами сделали ремонт в квартирах. Кроме того, поставили электросчетчики, которые так и не приняли на баланс. Переселенцы просят вернуть зданию на Успенской статус общежития и заключить с ними договоры на оплату воды и электричества. На любых условиях, которые законодательно могут быть применены к данной ситуации, люди согласны на проживание. Они не требуют отдать нам это в собственность. Они просят оставьте нас здесь и позвольте нам платить, самим делать ремонт, самим оплачивать электроэнергию, воду, водоотведение, канализационные услуги и так далее. Но им говорят нет, нет, мы с вами не хотим этого, мы не разрешаем вам этого делать. Изначально заезд переселенцев в нежилое здание на Успенской расценили как самозахват помещения. В облсовете людям предлагали несколько вариантов переезда – села Борщи и Степовое. Но условия там, по мнению переселенцев, не подходящие. Говорят, что готовы сменить дом на Успенской на жилое помещение при возможности в черте города. Сейчас в здании проживает более 130 человек, в том числе дети, люди с инвалидностью и участники АТО. Государство не профинансировало бесплатную вакцинацию взрослых от кори. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения. Министерство здравоохранения на этой неделе выделило на детей Одесской области 25 тысяч доз вакцин. Специалисты настаивают, что если в семье хоть кто-то заболел корью, все родственники должны привиться в течение 72 часов. Взрослые могут купить вакцину в аптеках. Государство не выделило средства на вакцинацию. Мы написали запрос, потому что это государственные субвенции. Мы написали запрос в облздрав с просьбой, чтобы нам выделили средства для проведения вакцинации взрослого населения. Пока положительного ответа нет, потому что они запрашивают министерство. Если они нам будут отказывать, мы будем принимать решение. Но мы не имеем права проводить двойное финансирование по бюджетному кодексу. Что касается нехватки семейных врачей, в Одессе остается еще около 20% специалистов, у которых есть свободные места для подписания деклараций. По словам Елены Якименко, в случае нехватки врачей, Горздрав планирует открыть дополнительные вакансии для сотрудников первичной медицины. Православная община села Ярославка Саратского района опровергла свой переход в Православную церковь Украины. Недавно на страницах интернет-изданий разместили информацию о переходе от УПЦ к ПЦУ, что спровоцировало волну возмущения среди местных жителей. Они считают, что сотрудник Саратской райадминистрации инициировал попытку изменить статус религиозной общины и для этого собирал подписи односельчан за переход в Православную церковь Украины. Чтобы не допустить этого, прихожане Покровского храма провели собрание общины, на котором более 100 человек проголосовали за то, чтобы оставить храм подчинению УПЦ. Зайдуть сюди строго прихожане. І тут ми на місці відкритим голосуванням голосуем, чтобы не было тарапаки, як я кажу, по нашому Ярославському. Сторонники одні перейдуть. Цю сторону, сторонники в цю. Ми перерахуємо людей. Діло в тому, що сьогодні піднявся галас, кругом дзвонять, кажуть, що нашу церкву об'явили вже в Росколі, що наша церква з 2 декабря вже не служить, а з 2 февраля вже буде проводитися служба з новосозданої церкви, яку зараз создали, автокефальної нової церкви. Це було в Фейсбуці. Хто це пустив, хто це зробив, ми не знаємо. Все же время, по данным Одесской епархії, сторонники новосозданной Православной церкви України все равно рапортовали о переході общини. В тот же день жители села снова екстренно собрались возле Покровського храма, на котором уже 249 прихожан своими подписями подтвердили предыдущее решение. Це специально провокация вийшла. Це фейково-информація, вона провокативна. Я вважаю, що ті люди, які зігодом починають, вони не можуть бути, а ми за свого батюшку, за свою церкву, за єдину апостольську православну церкву, слухайте, і в ніякий розповідь ми не йдемо. Малиновський суд принял решение рассматривать дело об избиении школьницы в закрытом режиме. На этом настаивали прокурор, представитель службы по делам детей и адвоката обвиняемых. Это сделано якобы в избежание психологического давления на девочек. Против был защитник потерпевшей. Он настаивал на открытом заседании из-за резонанса, но судья встал на сторону обвиняемых. Кроме того, прокурор хотела продолжить ночной домашний арест девушкам еще на 60 суток, но суд отклонил ходатайство. Он отпустил их под личное обязательство. Суд, по-видимому, руководствовался принципом гуманизма, больше, чем принципом справедливости, и не удовлетворил, к сожалению, ходатайство прокурора. Было предварительное судебное заседание. На нем главный вопрос посматривался, назначать ли судебное заседание к слушанию, либо есть какие-то основания для того, чтобы этого не делать. Кроме того, к делу приобщили гражданский иск защитника потерпевшей у моральной и материальной компенсации на общую сумму 2 миллиона гривен. Напомню, 27 июля несколько девочек избили несовершеннолетнюю школьницу и сняли это на видео. Причиной конфликта между ними стал парень, который ранее встречался с одной из нападавших, а затем начал ухаживать за потерпевшей. Участниц драки обвиняют по статьям хулиганства, совершенные группой лиц, грабеж и побои. 52 тысячи в месяц и почти миллион гривен в год. Такая сумма нужна благотворительному фонду «Корпорация Монстров», чтобы не остаться без крыши над головой. Средства необходимы для аренды помещения в Старобазарном сквере и зарплаты для юриста и бухгалтера. Но сроки крайне малы. Миллион нужно собрать за два месяца. Следово команда фонда разместила свой проект по сбору средств на краудфандинговой платформе на старте. «Мы решили выйти на платформу, где мы будем уверены на 100%, что каждый перевод – это осознанный перевод, что человек понимает, на что он переводит. Что это не идет речь от спасения, допустим, ребенка, а речь идет именно о том, чтобы предоставить возможность фонду существовать, работать и не потерять все то, что мы наработали за много лет, и не оказаться на улице». До конца года фонд планирует найти место, в котором они будут находиться на постоянной основе. Помещение должно быть в Приморском районе, так как большинство подопечных корпораций живут именно здесь. В мэрии директору фонда Екатерине Нажевниковой пообещали помочь. «Возможно, мы получим помещение от города. На это понадобится от шести месяцев и выше, потому что нужно пройти все согласования, нужно его найти. Но принципиальная позиция города сегодня была высказана, что да, они готовы нам найти помещение». Напомню, фонд «Корпорация Монстров» ежедневно помогает детям-сиротам, людям, нуждающимся в срочном лечении, малообеспеченным семьям и пенсионерам. Оставшись без попечителя, который платил за аренду помещения, фонд стал независимым, но остро нуждающимся в средствах. Детские игровые площадки города продолжают огорчать горожан. Почти в каждом дворе можно увидеть полуразрушенные и небезопасные карусели, которые в большинстве случаев достались нам по наследству еще с советских времен. И только небольшая часть из них находится на балансе ЖКС, который в лучшем случае может покрасить ржавые трубы. За остальными же следить некому, поэтому ситуацию в свои руки приходится брать активистам. Где играют и будут играть одесские дети, узнавала Светлана Довжук. Большинство детских площадок города выглядят именно так. Старые железные горки, небезопасные качели, сломанные грязные песочницы, а также полное отсутствие экологических и эстетически привлекательных игровых элементов. Такие площадки – советское наследие. И даже когда в городе появляется новая детская площадка, обслуживать ее некому. На официальном сайте города указали, что в результате инвентаризации всех детских и спортивных площадок в парках и скверах города выявили 53 детские и 21 спортивные площадки. И большая часть из них находится на балансе ЖКС. Парк Шевченко – игровая площадка полностью разрушает правильное представление о детском пространстве. Одна пластмассовая вышка, качели сомнительного качества и грязная песочница. Напольное покрытие вообще отсутствует. Еще несколько лет назад, когда нужно было провести инвентаризацию всех детских площадок, изучить, в каком они находятся состоянии, поставить их на баланс ЖКС, эта работа, к сожалению, не до конца доведена. То есть из всех тех детских площадок, которые были, условно говоря, найдены, они стоят на балансе порядка 20%. То есть, условно говоря, из тысячи детских площадок, которые нашли городские чиновники, порядка 190, если я не ошибаюсь, находятся на балансе. В рамках общественного бюджета в прошлом году было реализовано два проекта – детские площадки на седьмой станции «Фонтана» и сквере «Жули-Лосан». Но местные активисты считают, что детские площадки должны выглядеть иначе. Стандартные горки и карусели они хотят превратить в арт-пространство, способствующую развитию детворы, где будет меньше синтетических материалов и больше контактов с природой. Реализовать проект планируют уже весной. Меня удивила эта поразительная разница между теми площадками, которые бывают в Европе, в Америке, и между тем, что у нас штампуют. Потому что у нас они очень однообразные, несмотря на то, что они пестрые, желтые, красные, зеленые, но они стандартные. И на самом деле, вот эти цвета, вот эти яркие, они не учат, к примеру, детей какой-то эстетики, культуре. У нас очень много идей, которые мы реализовываем в этом проекте. В первую очередь, это экологичность. Благодаря этой площадке мы учим вопросам экологии. В первую очередь, благодаря тому, что используем только натуральные материалы. Мы отказываемся полностью от пластика, даже от переработанного. Площадку будущего планируют построить в парке Шевченко уже на месте существующей. Стоит она еще с советских времен. Какой построили, такой и осталось. Создатели проекта говорят, что согласовать строительство с городом сложно, при том, что финансовую помощь не просят. Видимо, в горсовете действуют по принципу «сами не сделаем, но другим мешать будем». Более подробную ситуацию с городскими площадками для детей смотрите в нашем итоговом выпуске новостей в субботу. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Кабинет министров поддержал идею Минфина, согласно которой временно свободные деньги местных бюджетов запрещают сохранить на депозитных счетах. Теперь Одесский горсовет не сможет получить дополнительные поступления в виде процентов с размещенных депозитов. Однако при этом сможет вкладывать свободные деньги в ценные бумаги. Запрет будет действовать в целом по стране до 31 декабря нынешнего года. Например, по городу Одессы за последние три года, когда мы размещали деньги на депозитных вкладных счетах банков, мы дополнительно получили до бюджета примерно 150 миллионов гривен. В прошлом году эта сумма склала чуть меньше 20 миллионов, в 2017 году это более 75 миллионов гривен. Я думаю, что это деньги дополнительные и они вагом даже для нашего миллиардного бюджета города Одессы. Представители местных органов разных городов Украины заявили, что в таком случае не смогут накопить деньги на масштабные инфраструктурные проекты. В Одесском городском департаменте финансов заявили, что рассматривают возможность покупки гособлигаций. Украины, которые у нас на первое число, 44 миллиона, мы рассчитываем, что эти деньги должны работать на сегодняшний день. Если протягом 2019 года у нас появится дополнительный финансовый ресурс, то в разе принятия соответствующей постановки, про которую мы ведем умову вчера, потому что она рассматривалась, мы будем размещать свои деньги шляхом покупки облигаций государственной посадки. В целом по стране с начала прошлого года местные бюджеты разместили на депозитах 18 миллиардов гривен из общего фонда и почти 8 миллиардов из спецфонда. Об этом свидетельствуют данные государственной казначейской службы. Ставка по депозитам составляла 9-10%. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.